Сегодня мы вспоминаем подвиг ленинградцев, которые выстояли в смертельном кольце блокады. В этот день, ровно 78 лет назад, Ленинград полностью освободили от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. В нашей области осталось 9 очевидцев тех страшных событий. О голоде, лишениях и незабвенных страницах истории наша съемочная группа узнала из первых уст. Бомба попала сразу в Бадаевские склады, разбомбили эти Бадаевские склады, а там и макароны были, и сахар был, и ну все было там, всякие крупы. И остался Ленинград, в общем, остался голодный, голодный, ничего не было. Суровая блокада Ленинграда началась в сентябре 1941-го. Тогда Вере Яковлевой было 7 лет. В холодном доме вместе с сестрами и бабушкой терпеливо ждали, когда придет с работы мама. Живая и невредимая, с маленьким кусочком хлеба в руках и, если повезет, с дощечкой для растопки печи. От холода и голода, от ужаса, что творился за окном, можно было спастись лишь вместе в своей маленькой комнатушке. Покойники лежали, по ногам ходили. Вот идешь, и он, вот идешь, до магазина нельзя дойти. Падали и умирали. Мама всегда принесет хлеб. А как она там, бедная, ела, не ела, мы не знаем, ждали ее. Ну, потом получалось так, что столько покойников было. Я маме раз спросила, говорю, мама, когда же их хоронить-то будут? Что делать-то? Ведь Ленинград-то уже совсем. Она говорит, ой, Верочка, там такие могилы копают, очень глубокие, скоро будем их собирать. А потом вот этих вот покойников, которые были, их возили. Кто на тележке прет, кто за волосы, кто за ножку. И бросали на Шуваловское кладбище. Сбрасывали, 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 сбрасывали там. 125 граммов хлеба – такова была суточная норма для детей, служащих еждивенцев в самые суровые дни блокады. От голода и холода люди умирали в поисках съестного прямо на улицах. Смерть поджидала их и в собственных домах. Нестерпимая боль мигом меняет лицо Веры Николаевны, когда она рассказывает, как оборвалась жизнь ее четырехлетней сестренки прямо на ее руках. Я села на кровати, она ножки свесила, она у меня тут сидела на кровати. Я говорю, Верочкой кушать хочу, дай хоть крошечку хлебца, Верочка, крошечку. Я не могу, мне кушать охота. Я говорю, вот на часах эти ходики были. Я говорю, вот полчетвертого мама придет, она, говорю, чай скипятит. А чай это был ведро воды или там чайник. Ну, обыкновенная вода. Но все равно горяченькая была. И вот пришла мама, было уже, наверное, четыре часа, она пришла. Верочка, как дела? Мама говорит, сейчас, я ее посмотрю, посмотрела. Она говорит, Леля мертвая. 872 дня блокады, 630 тысяч погибших от голода. О страшных событиях блокады Ленинграда говорят цифры и воспоминания. Но еще больше погружают в историю экспонаты. Например, такая печка-буржуйка спасала людей от холода. Безмолвные свидетели незабвенных страниц истории. Покореженные пулями, гнетом земли, изъеденные ржавчиной. Каждый экспонат в музее военно-патриотического клуба «Саланг» добыт из-под земли во время экспедиции или привезен из самых разных мест руководителем клуба Александром Озеговым. С детства он собирал старинные реквизиты в своем родном селе, а попав на службу в Афганистан, еще больше загорелся этой идеей. Создал военно-патриотический клуб, который выпустил уже более 2,5 тысяч бойцов. А музей с уникальными экспонатами с порога погружает вошедшего в особую атмосферу. Ведь человек, который создал это, как никто другой понимает, страшные страницы истории. Я просто себя сравнивал с Афганистаном, например, но у меня был тыл. Мне было там тяжело, конечно, но день, два, три, когда продукты плохо завозились. У них была такая неизвестность, что да, было, но все в таком ситуации попали врасплох. Ребятам тоже говорю, вот голод и холод, что это такое. А вы знаете, говорю, от пули как-то погибнуть как-то, знаешь, это самое. Она сперва в тебя попадает, потом выстрел идет, слышишь. А самое страшное для меня было в Афгане – это голод. Она наизнанку выворачивает, у тебя голова не работает, у тебя мысль, у тебя как бы тебе… Это сильное оружие – голод. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. За это время погибли, по разным данным, от 400 тысяч до полутора миллиона человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода. Боролись за Ленинград как могли. И эти ребята стояли у станка. Они делали, ремонтировали танки, чтобы, ну, за каждый цех будем бороться, так говорили. Ну, чтобы не подпустить этих немцев там, никак не хотели сдаваться, хоть и голодные. И в итоге родной город отстояли. Блокада Ленинграда была снята Красной Армией 27 января 1944 года. Воздушная тревога, воздушная тревога. С транваями все бегут и прячутся по бомбоубежищам. Все, 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 все. Потом отбой воздушной тревоги, отбой воздушной тревоги. Ну, все это слышно было, все это слышно было. Ну, Бернес тоже пел. Как же он пел? Любимый город, спать можно спокойно. Знакомый дом, зеленый сад. Зеленый сад и нежный взгляд. Любимый город, в синий дымке тает. Знакомый дом, зеленый сад. Анастасия Кузнецова, Александр Янцен. Итоги дня.